Вторжение в Украину стало черным днем для Европы. Нападение на Украину – это не просто нападение на страну, это нападение на мир, безопасность и демократию. Президент Зеленский указал, что будет говорить украинским языком. Для перевода на нидерландский нашему переводчику необходимо 30 секунд, чтобы обеспечить бесперебойный перевод в субтитрах. Прошу всех проявить терпение. Большое спасибо, для меня это большая честь. Уважаемый спикер, члены парламента и министр-президент Марк, уважаемые министры иностранных дел, министр обороны и нидерландский народ. Я имею честь быть первым иностранным президентом, который обращается к парламенту и народу Нидерландов. Я очень благодарен вам за эту возможность в такой критической ситуации, которой оказалась наша страна и наш народ, объяснить вам, что происходит. И это очень важно для дальнейшего сотрудничества. То, что произошло во времена Второй мировой войны, не должно было никогда повториться. И все наши мечты на будущее и на мир были разрушены в один момент. Эта война длится уже 36 дней. И многие люди уже устали от этого. И самое страшное, начинают привыкать к этой мысли, что где-то там война. И страшно то, что внимание других народов, общественности может переключиться на что-то другое. Тем временем, как оккупанты, продолжают убивать мирное население, грабить, разрушать, насиловать. Они убивают не для военного успеха, а производят настоящий террор населения. Они начали убивать людей, как будто бы играючи. И у них нет ни единого фактора сдерживания, так как у них такое количество оружия. Речь идет о том, что должно случиться сейчас и здесь. В чем была цель создания объединенных Нидерландов? Конечно же, очевидно, что это свобода, демократия, возможности свобода религиозного выбора. С этого начиналась объединенная Европа. Толерантность и уважение многих народов друг к другу. И все это снова сейчас подвержено нападению. И мы должны это защищать сейчас на своей территории. Пока это только в Украине. Пока. Пока еще есть шанс остановить эту тиранию на территории Украины и вернуть ее назад, выгнав за границы Украины. Я очень благодарен политикам и всем обычным людям за чрезвычайную помощь и поддержку Украины. За принципиальность по отношению к бизнесу, который связан с Российской Федерацией. За помощь украинским переселенцам, которую вы оказываете на своей территории. Это все очень важно. Но Россия не останавливает военных действий на территории Украины. Именно на территории Украины. И мы должны что-то предпринимать для того, чтобы защитить Украину и остановить эту войну для того, чтобы она не пошла в Европу. В 2014 году Россия зашла на территорию Украины, на территорию Крыма, на территорию Донбасса. И вы почувствовали это тогда, когда был сбит малазийский MH17. Это абсолютно несправедливая война. Это та война, которую Российской Федерации нельзя простить. И необходимо притянуть к ответственности всех тех, кто отдавал эти преступные приказы, всех тех, кто несет ответственность за содеянное в Украине. Я прошу вас оказать влияние на международные организации, которые должны наказать преступников за совершенное действие, за бомбежки жилых домов, школ, больниц, за разрушенную инфраструктуру, городов, сельского хозяйства. Они это делают не только для того, чтобы устроить голод в Украине, но и во всем мире, чтобы разрушить стильную аграрную страну, уничтожить ее потенциал. Они это делают в стране, которая могла бы стать одним из сильнейших аграрным центром Европы и мира. И я уверен, что вместе мы сможем восстановить и построить еще более сильную аграрную страну. И, конечно же, мы должны думать о том, как мы восстановим Украину с вашей помощью, не только с нидерландцами, но и всей Европы, всеми народами. Вся Европа должна жить снова в мире, мирной жизнью. Я мечтаю о том дне, когда украинские переселенцы после того, как мы остановим эту российскую агрессию, смогут поблагодарить вас за ту помощь, которую вы им оказали, и вернуться назад в Украину. Вы сможете выбрать город или какой-то регион в нашей стране, который вы поможете нам отстроить, возобновить, и чтобы с вашей помощью люди увидели и почувствовали силу взаимодействия, что значит быть вместе в одном европейском доме. Я верю, что это произойдет, и уже очень скоро. с нашей силой, с нашим потенциалом, с нашими людьми, с нашими знаниями, с нашей любовью к свободе и с нашим умением ее защищать. И вы это прекрасно видите и знаете. И знаешь, это ты, Марк. И наше членство в Европейском Союзе очень зависит от вас. И сейчас вас благодарю и слава Украине! Это небольшая часть обращения Зеленского к нидерландскому парламенту. И я сделала это для того, чтобы вы смогли услышать, так как на российских сайтах, я думаю, вы не сможете найти содержание этой речи. Зайдя в поисковик, я набрала обращение Зеленского к нидерландскому парламенту. И что же я нашла? Все сайты, РИА Новости, российские сайты, Известия, у них у всех один заголовок. Но в Нидерландах многопартийная система. И это одна лишь партия, притом небольшая партия. Но к этой партии очень много сейчас вопросов. И, кстати, по поводу их финансирования. Откуда и от кого? И я думаю, что мне даже не нужно называть фамилию Путина. По этому поводу уже проведено журналистское расследование. И есть неоспоримое доказательство сотрудничества этой партии с российскими агентами. И это, кстати, та партия, которая организовала референдум несколько лет назад против принятия Украины в Европейский Союз. И, к сожалению, таких партий появилось очень много в Европе, в различных странах. Даже в той же Франции мы знаем все Мари Лепен, подружку Путина, субсидированную им же. Сейчас там появился новый кандидат в президенты, ультраправый Эрик Земур. Все это еще раз доказывает, что нам нужно объединяться против этого Мордора, остановить это зло и жить в свободной Европе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok